Вы вот уже на нашей выставке второй день ведете две секции. Вот не могли бы Вы сказать, какие вопросы на них рассматривались и какие, естественно, вопросы сейчас волнуют специалистов и экспертов в области информационных технологий и безопасности? Две секции проводились в рамках вот этой замечательной конференции, посвящен вопросам построения центров обработки данных. Первая секция была по стратегии, и очень важный вопрос сейчас стоит перед бизнесом, когда необходимо выбрать, строить свой центр обработки данных или арендовать центр обработки данных. И, естественно, IT-специалистов интересует этот вопрос, потому что очень большие инвестиции необходимо сделать в центр обработки данных или уже выбрать готовую площадку. В рамках секции выступало несколько экспертов и делали очень интересные доклады, которые, по сути, раскрыли этот вопрос, и на этих докладах мы, соответственно, обсудили вопросы стратегии и стратегические вопросы. Например, в рамках этой секции было выступление компании MasterTel, которая явилась спонсором этой секции, и рассказала про те решения и про возможность, как можно центру обработки данных, построенную, коммерческому, заработать дополнительные деньги за счет использования технологий, которые предлагает, соответственно, MasterTel. Также компания Sintero раскрыла очень интересные данные. Поверьте, эти данные не так просто получить в открытом доступе. Она рассказала про рынок, про свое видение. Тем более компанию Sintero покупает, купила компания Megafon. И было очень интересно послушать докладчика, как же компания Sintero сейчас себя позиционирует, потому что ее проект очень волновал общественность, ее проект 40 на 40. И, соответственно, мы в рамках круглого стола получили, ну, просто, я считаю, уникальную и интересную информацию. Большой вопрос, так как вот выставка, она InfoSecurity Russia, то, соответственно, очень много специалистов здесь участвует, и их волнует вопрос о безопасности. Естественно, мы этот вопрос обсудили, и были очень много вопросов по ДДО с атаком, вообще по оценке надежности центров обработки данных. И также были вот выступления очень интересные представителя компании Aversan, которая рассказала нам про решение с точки зрения защиты и сохранения данных в центрах обработки данных, на которые необходимо обращать, соответственно, конечным заказчикам. Но вот я приведу простой пример. Когда была организована ДДОС-атака на Pegasus Travel, то фактически компания была вынуждена переехать в другой центр, потому что она не смогла отбить эту атаку. Это очень важный вопрос, и, соответственно, это вопрос безопасности. И построить свою, например, инфраструктуру можно, конечно, любой заказчик может ее построить, но необходимо понимать, что это большие инвестиционные затраты, и не только капитальные затраты, но и операционные затраты, потому что необходимо привлекать большое количество специалистов. Вторая секция была тоже уникальная, интересная, потому что на этой секции выступило несколько компаний, которые сделали уникальные просто доклады, которые я, по крайней мере, являясь ключевым докладчиком многих конференций, просто не слышал. Ну, например, выступила инженерная компания, которая поделилась просто вот своими секретами по поводу кондиционирования и вентиляции, и современных подходов в центрах обработки данных. Естественно, были заданы очень интересные вопросы. Также выступила компания «Трием» и компания «Поштехника», которые предлагают инновационные решения для нашего рынка, и тоже важны с точки зрения оценки рисков и с точки зрения безопасности людей. Сейчас, наверное, вы все слышали по поводу случая, который произошел, по-моему, в Екатеринбурге, в «Хромой лошади», и сейчас ведь большая ответственность перекладывается на собственников бизнеса. То есть, неважно сейчас, как ты купил, бизнес должен быть ответственным. И для, соответственно, центров обработки данных, и для серверных предлагаются уникальные решения, инновационные решения для нашего рынка, которые позволяют сохранить жизнь людей и не только обеспечить сохранность этого оборудования. были затронуты многие технические вопросы, которые нельзя просто получить из открытых источников. Так что в следующем году мы вас всех ждем на наших секциях, в рамках тех секций, которые проводятся в рамках этой выставки, и будем рады вас видеть, и, соответственно, будем рады присутствовать и услышать приглашения от компании «Гротех». До новых встреч!